Да, 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 очень удивлена, если вы еще ни разу не слышали о том, что это используют под макияж. Это используют под макияж уже очень давно. Я хочу пояснить вообще для начала, почему это используют вместо основы под макияж, вместо праймера. Все дело в том, что здесь есть такой компонент, как глицерин. Именно глицерин выступает тем самым скрепляющим веществом, которое цепляет между собой кожу и тональное средство. Это странно, потому что это пахнет, конечно, мужчиной, естественно. Ну что, давайте попробуем. Итак, у меня в руках это самое средство, которое я буду сейчас наносить на одну половину своего лица. На другую половину я не буду наносить ничего, даже свой обычный праймер, потому что я хочу увидеть, реально работает ли он вообще, а не сравнивать его с другим. Сначала я его потрясу. Я трясу обычно любое жидкое средство, оно достаточно жидкое. Оу, очень жидко. А наносить надо побольше или поменьше? Наверное, вас больше всего интересует вопрос, а пахну ли я сейчас мужчиной? И буду ли я пахнуть мужчиной весь день? Пока что я чувствую очень легкий, всем нам привычный запах пены для бритья или лосьоны после бритья. Ну, запах очень легкий за счет того, что это все-таки средство для чувствительной кожи, соответственно, оно не может быть очень сильно ароматным. Да. Ну, пока ощущение, что... Ну, в общем, пока ничего. Сейчас я нанесу макияж и вернусь к вам. Конечно, сегодня, как всегда, в конце дня я проверю, что получилось. На данный момент мне кажется, что эта половина лица, куда я нанесла праймер, более светоотражающая. По ощущениям никаких отличий нет. Запах мужчины уже куда-то ушел, поэтому дискомфорта никакого мне это средство после бритья не доставляет. Я вернусь к вам в конце дня, и мы увидим, сработало это средство на моем лице или нет. День сегодня, конечно, был очень интересный. Во-первых, сегодня очень много чего делало такого по дому активного, физического. И я сегодня даже плакала из-за того, что собака провела на новый ковер с ягодной смузи. И еще сегодня на улице очень сильный моросил дождь. Я несколько раз выходила на улицу. В общем, сегодня, конечно, даже самый, наверное, стойкий макияж куда-то бы поехал. С этой стороны, где у меня был праймер, у меня остался хайлайтер немножко. И тоналка съехала, конечно, у меня оголился прыщ здесь. И у меня появились такие шелушения. Ну, то есть, так скажем, как будто очень неравномерно сошла тоналка. По ощущениям, здесь лицо более увлажненное, чем здесь. А здесь просто ничего не осталось вообще, только на глазах немножко. И также оголился прыщ, конечно. Очень много тех, кому подходит, и у кого реально держится макияж лучше. Но, видно, я не из той стаи, и у меня другая кожа, и мне он не подходит. Да, пишите мне свои комментарии о том, используете ли вы какие-то такие средства, которые не предназначены для макияжа, в качестве макияжа. Например, я недавно видела видео Никиты Турус, где она показывала, как она наружной стороной болгарского перца наносит себе тоналок на лицо. И у нее реально вышло очень даже красиво. Что-то такое вы делаете, мне было бы очень интересно это тоже попробовать. Спасибо за просмотр, пока-пока. Да, спасибо. Браво. Цветайте мне, цветайте мне, киды роз. Леш, поцветай мне, киды роз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова